Всем привет, это Автоледи на Авторадио, меня зовут Катя Каренина, в гостях у нас сегодня Алена Апина. Поехали! Конечно, сейчас как... Сейчас как зажжем! Какие нравятся автомобили? Автомобили нравятся новые. Хорошо, хорошо. Потому что меня как бы приучил муж к одной хорошей... Ой-ой-ой-ой-ой. Девушка проскочит. Девушка, я боюсь девушку с рулем. Боюсь девушку с рулем и боюсь пенсионеров. Хороший выбор. Да, потому что пенсионеры очень злые, а девушки... Очень, очень, нет, они рассеянные. Просто так мягко говорить. Кто привил любовь к автомобилям? Муж, конечно же. Жизнь, во-первых, привела, и муж. Вот, муж как бы вдолбил мне у голову одну очень простую мысль, что машина может быть... Ну, понятно, что не Жигули, но там, я не знаю, какая-нибудь... Она обязательно новая. Первый автомобиль, Алёна. Первый автомобиль, из-за которого я села? Да. За рулем BMW? Какая-то прям консервативная девушка. Нет, 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 первый был BMW, а потом я пересела на Peugeot, потом я пересела... У меня никогда не было Mercedes. А потом я пересела на Audi, и много лет ездила на Audi. А потом опять все-таки пересела на BMW. И что у тебя сейчас? Сейчас у меня BMW. Странный вопрос, да. Что? Боргая? А почему BMW? Это какая модель, кстати? А, X3. Почему именно эта машина? Потому что она встает в мой гараж. Тюль-тюль. А машины ты тоже так же выбираешь? Скупулезно? Нет, машины вообще не выбираю. Я в них ничего не понимаю. Я доверяю тут полностью мужчинам. Мужчине. Одному, своему мужу. Ну какие-то все-таки есть предпочтения? Какие-то, я не знаю, цвет тебе важен. Он тебе подарит завтра вишневую. Нет, он не тальтоник, конечно. Но когда он заказал последнюю машину, которая сейчас у меня, BMW X3, я его спросила, какой цвет-то? Мне главное, чтобы не темный. Он говорит, ты что? Она, ну как же он сказал, переломутровая небесно-голубая, что-то такое. Я говорю, ну клево, наверное, как-то для девушки, как бы там, для... Все-все отлично. Сейчас ты посмотришь, какая она, переломутровая небесно-голубая. Я так удивилась. Он говорит, да, а на картинке был совсем другой. Возвращаясь к твоей автомобильной жизни, наверняка были какие-то интересные истории. У меня один раз была такая ужасная, жуткая история. Я была не за рулем. В моих лютерях был жуткий гололед, зима. Пустая дорога, и на нас несется жигуленок. В общем, наш Мерседес на списание. Слава тебе, Господи, все живы остались. И в нашей машине, и в той машине. Самое смешное, что понятно, что там уже, ну, по цепочке уже пошло, что вот разбилась там, а, ну, это все, опять-таки. А у меня костюмерша забыла там какую-то деталь от костюма, очень нужная, ну, поскольку Москва-то и близко, и время еще есть. И она послала там, ну, администратора за чем-то там. И он несется, его останавливают до вот того места, где случилось. ДПС-ник говорит, брат, я опаздываю, научись там концерты. И он так ему говорит, уже тебе торопиться не надо. То есть он так сказал это все. То есть у того инфаркта. А, как? Чего? Алёна, ну, управляя автомобилем X3, я понимаю, что это 95-й бензин. Это, конечно, не так много, как 4,4 X5, да, но все равно она кушает хорошо. Вот все-таки отражается какое-то увеличение цен? Если раньше за тысячу рублей ты мог заправить полный бак, сейчас это полбака. Причем ничего не меняется. Бензин растет, налоги растут. У меня вчера пришел налог на второй автомобиль спортивный, у него 280 сил. Прилично. Поэтому я, например, в шоке. Честно говоря, за что, я не могу понять. Возвращаясь к нашим баранам, что муж мне запрещает ездить на машинах старше 3 лет. Естественно, эти машины надо же куда-то было девать. Это сейчас можно, ну, как бы сдавать их обратно. Ну, как-то... Ну, да. А раньше, значит, надо было куда-то девать, это, ну, продать. А продать, как понятно, там, своим, знакомым, там, я не знаю, родственникам, знакомых, так и так далее. И не всегда эти машины, ну, переделал документы, писал с доверенностью, ну, и езжают, деньги заплатил и так далее. А налог-то приходит. Я о чем и говорю. До того, как все вот это стало так серьезно, и сейчас, Настя, за 78 машин к нам приходит у Екипы. Поэтому эта тема близка и очень дорога мне, хотя в прямом смысле дорога. Я зимой выступала где-то в Сибири, на севере. Это предприятие, которое делает дороги. После концерта ко мне подошли там все начальники, спасибо сказать и все. И подарили кусок ровной дороги. Нет, нет, нет. И как-то они там зашли просто с бокалами, чтобы поздравить. Ну, как-то разговор надо было поддерживать. Я говорю, скажите, пожалуйста, почему за границей дороги такие, а у нас другие? И вот он мне начинает объяснять, дяденька уже начальник, чуть-чуть подвыпешший, и говорит, Ален, да что бы сделать? Как же он... На насыпь вот они кладут... Вот один слой он осел, второй слой. И до тех пор пока... В общем, там получается где-то метр с лишним. А на наших московских дорогах, кстати, 20-30 сантиметров это подушка. Нормально. С чего она будет держаться? А все остальное это... Это... Поэтому... Это подушка у других. Это подушка как кому-то надо подушка. Это подушка уже из бумажек подушка. Мы разворачиваемся. Я краем глаза заметила прекрасный автомобиль, про который мы говорили. Красивый очень цвет, уже не терпится посмотреть. Пойдем, конечно, посмотрим. Но что-то как-то... Я бы назвала его такой синий жемчуг. Ты знаешь, а вот он как-то странный. Он иногда поблескивает, он действительно становится там голубым. Но... Пойдем выясним. Вы не поверите, какие читает журналы Алена Афина? Да что-то... АБС? А что такое АБС, Алена? Это тормоза, я знаю. А в машине обязательно должны быть аудиокнижки. Какие? Расскажи. Всякие разные. Я слушаю. Темы? Не знаю. Вот Марка Твенна хочу. Хочешь? Я тебе дам послушать. Прелестные. Юмористические рассказы Марка Твенна. Когда ты в последний раз читала Марка Твенна? А в пробке, ты понимаешь, тебе безвыходной ситуации некуда. Я очень хочу написать аудиокнигу «Советы женщинам по вождению». Ага. Я ее обычно пишу и никак все не допишу. Первая, кому ты ее дашь, даже в тестовом режиме, дай мне, пожалуйста. Дай бог тебе здоровья. Жениха хорошая. Уже не зря приехала. Алена, а помогает тебе все-таки видеокамера заднего вида? Не, не, я ей не доверяю. Не смотришь? Там такая специальная прям вырослая парковка, ты можешь там туда смотреть. Да, 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 все равно я ей не доверяю. Как-то по привычке, по зеркалам. Ну что самое приятное для тебя в этом автомобиле? Вот сколько ты на ней ездишь? 14 тысяч километров. 14 лет. Ну, 14 тысяч километров. Есть машина-друг, есть машина-собака. Есть, да, ну вот как-то ты понимаешь, что вот. А это что? А это лошадь. А это лошадь, почему это не это самое, не конь, а лошадь. Она! Она, Она. А до этого у меня была машина, у меня была Ауди, ну чудесная. Так она была ласточка, вот понимаешь, по ощущениям. Все девочки? Ну, нет, бывают мальчики, но они с ними труднее договориться. С девочками легче тренировать. От этой интересной собеседницы даже не хочется уходить. Я бы так сидела и сидела в этом автомобиле и разговаривала. Ну хочешь, я тебя покатаю? Нет? Да поехали, но, к сожалению, извините, это уже за кадром. С вами была Катя Карелина, Автоледи на Авторадио, Алена Апина. В гостях у нас была сегодня, счастливо. Встретимся с вами и на дорогах, и на радиоволнах, и вообще по жизни. Давайте сейчас встречаться и радовать друг друга чем-нибудь. Хотя бы хорошим поведением за рулем. Бо как.